Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день Я получаю много писем от наших партнеров, которые задают вопросы Основные я сформулировал как-то и хотел бы сегодня вам задать Ну, во-первых, очень многие люди интересуются, почему вы, по крайней мере, им так кажется Реже начали давать нам интервью и уделять свое внимание Как службе новостей, так, соответственно, и нашим партнерам, для которых мы и работаем Ну, мне кажется, не меньше, я ведь не шоумен и не должен каждый вечер устраивать там или день шоу Работы много, и я осуточен сейчас на другой работе, а не тем, чтобы давать какую-то информацию о нашей работе Кажется людям, что, в принципе, новости, помимо того, что вы реже появляетесь, кажется людям, что новостей стало меньше Так ли это? Нет, новостей меньше не стало, просто некоторые новости идут в закрытом формате Потому что не о всем можно говорить Все ждут новостей, допустим, об адресных проектах, а как раз эта тема на данном этапе закрыта Поэтому мы, например, по адресным проектам будем давать информационные страдания, когда будут подписаны контракты, договоры Когда уже ничего изменить никто не сможет Спасибо большое, но можете ли вы хотя бы намекнуть на то, что происходит, в каких сферах, в каких направлениях, областях? Ну, в соответствии с планами работы У нас 15 этапов, мы их выполняем И вообще этапы — это вектор направления движения И там есть две составляющие в закрытии этапов Это выполнение определенных работ и финансирование, ну и время Если один из факторов как бы исполняется, то этап закрывается Так вот, да, по этим этапам многие работы мы должны бы закончить в этом году Но есть форс-мажоры, мы не можем все предусмотреть И, например, та же Литва отбросила нас года на полтора, если не на два года Заблокировали счета, отняли деньги все, имущество И попытались создать имидж, что я русский шпион В 2014 году Анатолий Юницкий создал несколько компаний в Литве Которые должны были заниматься строительством тестового полигона Skyway На арендованном земельном участке в свободной экономической зоне Шауляй После серии негативных публикаций в местных средствах массовой информации Прокуратура Литвы инициировала в отношении компании Анатолия Юницкого Проверку по подозрению в осуществлении незаконной финансовой деятельности Вследствие этого автор и разработчик Skyway вынужден был осуществить Релокацию проекта в Республику Беларусь Где в апреле 2015 года в городе Марьиногорка Минской области Началось строительство испытательно-демонстрационного центра струнного транспорта В июне 2017 года расследование Литовской прокуратуры было прекращено В связи с отсутствием доказательств по выдвинутому обвинению На сегодняшний день генеральный конструктор Skyway так и не получил официальных извинений со стороны литовских властей И представьте, я два с небольшим года назад приехал в Беларусь, а фактически был один в поле И за два года с небольшим, посмотрите, что мы сделали Постойно три тестовых участка Разгонный участок высокоскоростной, это и городская трасса, где струнная ферма Это два типа трассы городской, легкая и провисающая И уже заканчивается строительство грузовой трассы Кстати, например, легкой системы городской не было в планах, а мы ее построили У нас не было в планах юнибайка, а мы его изготовили Сейчас он не в лакотехнопарке, он едет, кораблем плывет в Эмираты, потому что он будет выставлен на выставке в Дубае в апреле месяце Мы спроектировали и изготовили юникар 18-м местный, это не было в планах Мы спроектировали, изготовили и будем в этом году сертифицировать юнибус берельсовый, который едет по двум рельсам 48-м местный Из него можно составить поезда и взять любую вместимость Этого тоже не было в планах У нас есть уже в собственности производство, чего не было в планах Мы его купили Оборудовались самым современным оборудованием Дорогим доставящим, дорогостоящим Тот же лазер, промышленное стоило где-то 500 тысяч долларов Я надеюсь, это было в планах? Нет, в планах тоже нет Там не было производства как такого, там была демонстрация и изготовление И имелось ввиду сторонними силами Но когда мы начали работать, то оказалось, что если мы отдаем кому-то, партнерам на подряд То сроки затягиваются, получается дороже, качество низкое И в целях повышения эффективности было решено С собственными силами это делать И оказалось, мы сделали это за меньшие деньги В более сжатые сроки И более качественно Мы организовали производство мотор-колес Мы сами делаем электродвигатели Этого тоже не было в планах У нас в собственности уже этот офис Четверхэтажное здание Где размещено более 300 человек Где-то 350 Это часть нашей компании Потому что еще одна часть находится в торговом центре Титан, где мы раньше находились Там тоже этаж куплен нами в собственности Этого тоже не было в планах Потому что зачем платить арендную плату годами Когда можно иметь собственное помещение Если появится необходимость Можно продать и вернуть деньги Это же более грамотно, да? Мы спроектировали грузовую систему Для перевозки контейнеров И Unicont Этого тоже не было в планах То есть эти 15 этапов не догма А руководство к действию? Это вектор Это вектор, да Но предваряя ваш вопрос Наверное у вас там есть вопрос А где высокоскоростная Есть Есть, да? Многие задают такой вопрос Многие задают вопросы И там тоже есть объективные причины Почему мы не приступили к строительству Этого комплекса высокоскоростного Хотя вся проектная часть сделана Мы спроектировали высокоскоростной Univus Который зовет скорость 500 км в час Мы его изготавливаем уже Он в производство И мы его повезем Покажем на выставке Инотранс В 2018 В Берлине Я думаю Это будет изюминка экспозиции Вообще Ну как были Unibike И Unibus Два года назад Да Ну высокоскоростной Где 500 км в час Ну я не знаю Кто-нибудь демонстрировал На Инотрансе Такие машины Думаю нет Я тоже думаю что нет Мы спроектировали Мы спроектировали Саму Дорогу Эстакаду Со всей инфраструктурой Вся проектная организация сделана Ну а когда Мы стали Отводить землю То не то что возникли там проблемы Затянулся отвод земли под Вот Вот Тестовый участок Скоростной И Такие Банальные причины Тут Я даже Писал письмо Президенту Просил Помочь Ускорить Отвод земли И Администрация президента Ответила Что они не будут Беспокоить президента По пустякам И наши аргументы О том что это нужно Беларуси Очень неубедительны А по пустякам Ответили Что Птичек жалко И Вот Видимо Невидимо Много Ну Много выбранных деревьев Ценных пород Хотя там идет по болоту Вдоль федеральной трассы Ну Ясно что это Надуманные причины Мы работу Как бы не бросили Ну ходить годами По кабинетам Это Так что выхода нет? Нет Мы продолжаем эту работу Но Не делаем ставку Вот На что Что надо Постой здесь А работаем в других странах У нас есть несколько Альтернативных вариантов Они сейчас в работе И через где-то Полтора-два месяца Я уже Сообщу результаты Прекрасно Обрадовали Так что Нет Все И там очень быстро Мы построим Представляете Мы хотели строить там Где половина трассы Это болото Представляете Как тяжело в болоте строить Да? Как тяжело лес рубить ценных породов Охранять птичек И так далее А Можно построить в стране Где птичек нет Деревень надо рубить И болот нет И охранять не надо И оказывается Зимы нет Где сильные морозы И строить И легче и дешевле будет И проще И быстрее Спасибо большое И кстати насчет стройки Очень многие спрашивают Прочитав все наши Вот эти разрешения Вот экотехнопарка Объекты и так далее А почему стройку самовольно начали? А кто сказал Что самовольно Там где-то написано Что Нет Так это самострой Это значит что самовольно Дело в том Что если бы мы подходили традиционно То мы до сих пор согласовывали Ничего бы не было Там был бы Бурьян и Яна Танковый полигон Поэтому это было согласовано с местными властями Что для ускорения работ Мы как бы запараллели вам вопросы В согласовании Утверждения И строительства Проходя естественно все экспертизы Поэтому Это не совсем так Это надо было так записать в документах Потому что это Ну Согласно мотивам Так Да А на самом деле Мы самовольно ничего не строили Все что было по графику И мы все это согласовали Спасибо большое И так было проще ввести в строительство Вот таким образом А мы уже несколько объектов То есть фактически Экотехнопарк Там несколько объектов Мы уже ввели в строй И получили соответствующие документы Спасибо большое Вы уже упоминали адресные проекты Сказали что эта тема закрытая Поэтому не буду задавать вам этого вопроса Но Тем не менее Что происходит в Экотехнопарке В общем то Это демонстрационный центр Поэтому никаких секретов там нет В связи с тем что он уже введен в действие Объекты приняты и так далее Наверняка Грядущий экофест затмит все предыдущие Расскажите что там будет Но я не могу все сказать Там некая интрига должна быть Но мы покажем то что Многое Чего опять же не было в планах На это не было финансирование Кстати Поэтому мы еще раз повторяю Делаем больше чем планировалось Заменьшить деньги И быстрее чем планировалось И поэтому много будет показано Что опять же не планировалось На это не было денег Но мы это тем не менее делаем Ну Во-первых мы еще покажем Один тип Дороги Она вот супер легкая И будет дешевле Даже того что мы показываем Наших вот легкой Путевой структуры В разы То есть она по эффективности Будет такая же А по стоимости Будет в разы дешевле Мы это покажем Мы покажем еще Два типа систем транспортных В самой крупной в мире дрон Такого дрона нет нигде Ни в Штатах Ни в Германии Ни в Японии Нигде Его просто подъемность больше тонны И не потому что мы хотим просто Что-то показать Чего другие не делали Даже когда нам надо было строить В Беларуси вот Скоростную дорогу По болоту То вопрос А что К каждой опоре Надо прокладывать дорогу Чтоб Свайзу Или опору поставить Поэтому нужен дрон Который бы возил Ну Грузы Элементы Опор Путевой структуры Весом порядка тонн Для строительства Для строительства А как же реку пересечь А как в горах строить Это необходимо Ведь если Традиционный вертолет Арендовать То это будет миллионы долларов в год Так И все равно это будет зависеть от кого-то А здесь собственно техника может строить Да Поэтому покажем этот дрон Летом на Экофесте? Да Вау Ну катать естественно не будем Это же дрон Он грузовой Ну покажем как он взлетит с грузом Тон Покажем Так Мы сможем катать на нашем подвижном составе Наших инвесторов Наконец-то Наконец-то Да Мы Покажем Собственный Электромобиль Которого нет в мире подобного Он социальный Он в первую очередь предназначен для Людей с ограниченными возможностями Для Колясочников И таких трамобилей нет Когда Водитель Может сидеть в коляске Инвалидной И управлять Автомобиль Не слезая с коляски Помню о том что У нас много инвесторов с ограниченными возможностями Я обещал им в свое время помочь Я помню свое обещание Спасибо большое Анатолий Эдуардович Очень интересная сегодня получилась беседа Я Подводя итог Нашему разговору Хочу лишь пожелать вам Воплотить все ваши благородные цели в жизнь Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации То Что сделали вместе Степенсонт Форд и Боинг Принципиально Новая транспортная отрасль нужна всем Человечеству Каждой стране Каждому городу Каждой семье И каждому человеку На разработку транспортной инновации Rail Skyway Потребилось 36 лет и более 7 миллиардов рублей Чтобы начать продавать эту технологию Необходимо построить тестовые участки На которых она будет сертифицирована И показана заказчикам со всего мира Для этого нам Необходимо в ближайшие 3 года Инвестировать в средства Созмеримые С уже вложенные После этого мы обгоним всех и навсегда Мировой транспортной ниши Емкость которой превышает бюджет России В несколько раз И займем не менее 50% этого рынка Подобное уже удавалось в истории На первой войне Империи рушатся Распался Советский Союз Но его инфраструктура В первую очередь транспортная Осталась Как живет и работает Транссибирская магистраль Построена век назад Пройдя через революцию Гражданскую и мировые войны Построенные Построенным технологиям Небесной дороги Skyway Также будут работать На благо людям Столетия Нася доход тем Кто рискнул И пришел в свое время Инвесторам В эту инновационную технологию По сертификации Проект придет Из разряда Инновация В разряд Инвестиционный проект Далее Технология придет В адресные Транспортные проекты Реализованные На всех континентах планеты И километрами Или метрами этих дорог В зависимости от объема Вложений в технологию Будет владеть Каждый конкретный инвестор А его инфраструктурная Собственность И дивиденды От нее Перейдут Затем По наследству Потом Недорогие Безопасные Эффективные дороги Необходимы не чиновникам И государству А простым людям Тем, кто и платит За проезд По этим дорогам И своего кошелька Кошелька Как пользователя Так и налогоплательщика То есть это нужно Только нам С вами Поэтому и начато Народно акционирование Инноваций По британскому праву На выгодных Для инвестора Условиях Акции Нашей компании Будут Переформляться На новых инвесторов С большим дисконтом То, что Через несколько лет Будет стоить Миллионы Сегодня можно Приобрести За несколько тысяч рублей Начнем Вместе строить Наше достойное будущее Комфортное Безопасное Экологически чистое С высоким Уровнем жизни Будущее Которое Не стыдно Будет передать По наследству Детям И внукам Как видно Как слышно Давайте-ка я Обратну кляюсь Так Умно тебе Отлично Отлично Так Все Слышно Отлично Да все Ну все друзья Давайте сегодня 21 марта Среда Значит Соответственно Наш традиционный Уже Технико-экономический Вебинар Сегодня Алексей Алексей У нас В строю Но Включаться В наш Вебинар Сегодня И будет Потому что Очень большая Загрузка Идет Это уже Уже связанная С подготовкой К запуску Платформы Вот И поэтому Так как Я сегодня На рабочем месте И слава богу Что И самочувствие Отличное Отступило От меня Наконец Это болезнь И так Очень много Новостей Поэтому Сегодня Мы Друзья С вами Уже Отработаем Вебинар Алексей Будет Мысленно С нами Он в комнате Сейчас Но По загрузке Сейчас Мы делим С ним Именно Все Что связано С платформой Со Скайвей У нас Очень много Направлений И если мы Закончили По Москве Это было Где-то в районе Где-то около Наверное Часа ночи То У Алексея в Челябинске Было уже Три часа И так Практически Каждый день Поэтому Сейчас Нагрузку Мы Регулируем Тем более Друзья До Запуска Сайта Остались Считанные Дни Будет Большая Блоктейн Конференция Такая Европейская Здесь в Москве Будет Более Десяти тысяч Участников Будут Основные Специалисты Криптонаправления Я буду В этой конференции Принимать участие Репортажи Скорее всего Дадим Вот И как раз К этому времени Мы конечно Планируем Уже запустить И стартовать Сайтом Потому что сайт Это основное Донесение информации Это основная Позиция Которые Есть Основные Документы Помните Что Последний Вебинар Когда мы Проводили Перед Поездка В Минск Где мы встречались И уже С конструкторами С разработчиками Начали совместно Практически Реализовывать Вопросы Связанных Взаимодействия И работу Скайвейн облучения С привлечением Специалистов Как бы И у нас были Большие переговоры И большая работа С швейцарской Делегацией И можно сказать Что Принято решение Партнеры В лице Представителя Швейцарского Кантона И Пожали друг другу Руку Запустили Этот процесс Друзья Опять мы не показывали Все это в перископе Мы не Выкладывали Это уже рабочие процессы Но Однозначно Можно сказать Что Швейцарский проект Стартовал Уже начинается Сейчас Трассировки Выделение земли Работы Еще раз друзья Я повторюсь Я на прошлом вебинаре И сейчас Мы не знаем Чем это закончится Дойдет ли это до реализации Практической реализации Сделают Будет ли это действительно Первый адресный проект Но Мы активно В этом направлении Движемся Подключены все Силы Конструкторского бюро Потому что Это первый Конечно это очень небольшой проект Там первая очередь Будет Меньше десяти километров В горах Трасса Но Это друзья Очень важно Что это именно Первый проект И идет И в Европе И идет уже Согласование Всем Интересованных сторон Ну и второй Друзья Это мы тоже об этом поговорим Очень важно Что это и Подготовка На первый Оцифрованный проект Потому что мы С властями Кантона И с Сен-Бердамина Договорились что Мы будем делать все На блокчейне Мы будем и размещение И привлечение Инвесторов И соответственно Всю работу Уже делать с С применением технологии Блокчейт И это закладывается сразу При начале Реализации Этого проекта Поэтому друзья Это можно сказать Что в прошлый четверг Был большой Большой старт Такой новой работы И мы Активно в эту работу Включены Теперь буквально В течение Ближайшего месяца Мы уже едем Опять туда И на место Будет запущена Уже большая Юридическая работа По оформлению Всей работы И увязки Именно Белорусского КБ Швейцарского фонда Компании Блокчейна То есть это друзья Первый проект На котором Мы конечно Будем Все Отрабатывать Все делать И дальше Наша задача Чтобы таких проектов У нас Было сначала Десятки Потом сотни Потом тысячи А потом Десятки тысяч К этому естественно Мы готовимся И этот процесс Сейчас активно Активно идет Поэтому Друзья Для нас Я не произношу Такие слова Что я нас всех поздравляю Что это для нас Большой Успех Друзья Это Начало Большой Работы И здесь Так как это первый проект Повторюсь Здесь все приходится делать В первый раз Все приходится делать Вручную Все приходится Согласовывать Каждый шаг И десять раз Выверять И с экономической С юридической точки зрения И с изготовлением То есть Все это идет Таким полным ходом Значит Что сразу Произошло Вслед за Этим Вслед за этой работой Что Наши партнеры Они Имеют Весьма Разветвленный Консалтинговый бизнес По всему миру Это те кто Именно являются Консультантами И организаторами Проектов Вот Мы Договорились И они Предложили И он тут же Принял решение Что Следом Ставить уже Второй проект Это проект В Аргентине Потому что там есть Очень серьезные партнеры Которые имеют Лицензии на разработку Одних из ведущих Месторождений Залежа Литиевой соли И соответственно Как вы понимаете Литиевая соль Это сегодня Стратегический Стратегический Материал Потому что Сегодня Это основа Для изготовления Аккумуляторов Нового поколения И соответственно Что с учетом Что весь мир Движется В сторону Электромобилей Электромашин А Skyway В принципе Только роботы Движущиеся На электротяге Поэтому Соответственно Для нас Производство И участие В проекте Литиевой соли Это крайне важно И самое главное Друзья Я эту мысль Несколько раз Сегодня Повторю Что Мы запускаем Те бизнесы Которые Идут на технологии Которые Продемонстрированы Засертифицированы Испытаны И готовы К промышленному производству В Швейцарии Это небольшая трасса Там будет Подвижной состав Юнибайки Юнибусы Вот соответственно Это спортивно-туристическая трасса Дальше Она будет продлена Уже И исполнять Пассажирские функции То есть Соединять Населенные пункты Сначала Внутри Кантона А потом Во Вне Швейцарии Дальше Планы Уже есть И пассажирской трассы Дотянуть ее до Милана А это граница с Италией Это меньше 80 километров И конечно Эта сеть будет Разветвленной По всей Швейцарии Но друзья Надо с чего-то начинать И самое главное Первый шаг И так как друзья На выставке И на транс 2016 года Юнибайк Юнибусы были представлены Вы помните По нашей дорожной карте После этого Они встали на Ходовые испытания Соответственно Эти полтора года Проводились Ходовые испытания И сегодня Эта технология Которая уже Готова Внедрению И соответственно Сегодня идет Формирование бизнеса Запуск проектов Непосредственно С этой технологией Второй Сегодня проект Который сразу Стоит за этим Это Транспортировка Литиевой соли Это наши Юникары То есть Двухтонная машина Возить Соответственно Это также Легкая Путевая структура И это также То что сегодня Уже может изготавливаться И применяться В первых Адресах Естественно Что там сегодня Объем идет Не о десятках И даже не о миллионах Тон перевозки в год Довольно таки скромный проект Но Друзья Опять же Он завязан будет На размещение На выпуск Специализированных Токенов То есть Именно те Которые будут Это все будет Увязано на единой платформе Это будет все Запряжено с запуском Нашей и платформы И нашей внутренней Электронной биржи Это все друзья Увязанные процессы И мы также Уверены к этому идем И также сегодня Приступили к этой Реализации Естественно Что Юридические шаги Которые мы будем делать Только после отработки Швейцарского проекта Ну имеется ввиду С какой-то сдвижкой По времени Потому что все-таки Латинская Америка Аргентина Это свое законодательство Это свои нюансы Своя специфика Естественно Что нарабатывая Вот здесь Мы будем Продвигаться И это друзья Как раз Начало И это то что друзья Я вам сейчас могу сказать Это то Я принимаю участие И то что у нас Согласовано И с Юницким Как автором проекта И как Руководителем Конструкторского Героя Это то что Можно доносить Выделено Что определенное время Мы несколько Скажем так Очень ограниченно Давали информацию Проекта То есть тут даже начали возникать Что И как Тормозиться Почему нет информации Ну Сейчас вы видите Информация пошла И естественно Что Эти процессы Они идут параллельно С процессами Которые ведет Личный Юницкий Виктор Бабурин И соответственно Павел Кто Сейчас отвечающий За арабское направление Юницкий На сегодняшний момент Опять На переговорах В Индонезии И по моему Он в Баратских Эмиратах А Виктор В Индонезии Я уже честно говоря Друзья за их перемещением В скорости Уже просто не успеваю Следить И у нас Ради Знаете Такого уже Действительно такого Нашего скайвейского юмора Когда Юницкий звонит Или я там Виктору Допустим с чем-то связываюсь Первый вопрос Сейчас который задаем Это Где ты сейчас находишься Это действительно Посмотреть Что Ответы Что Мы находимся в разных частях Зачастую континентов И стран Все это И это выглядит Действительно Уже показывает Уровень работы Потому что Все мы сегодня Занимаемся Именно Запуском Проектов Уже Отработкой Конкретных Бизнес Моделей Бизнес Схем И это Как раз Друзья Однозначно Говорит о том Что Мы перешли На новый этап И Мы Видели Что После Встречи Задают Вопрос А знали мы О смене Когда Проводили Конференцию Для Топ экспертов И наших лидеров Европейских В Праге Это тоже была Уникальнейшая Конференция Более 150 человек Из 25 Стран Мира Можете представить Какой-то проект Или Какую-то Организацию Которая Собирает 25 стран И вначале Мы действительно Сделали Репортажи Мы Записи все покажем Прямок репортаж Не вели Потому что Это Стоп Экспертами Перед Переходом На новый этап Информация Была Только Для них Мне задавали вопрос Очень обидно Будет Если Они Узнают Что Друзья Это Их Статус Это Их работа И соответственно Очень много информации Мы доносили Исходя из Только что Приехав Минска И Даже На этой конференции Даже Перед Нашими Лидерами Когда Они Разъезжались Мы Не Дали Вопрос По Замене Этапов Переход На 11 этап И здесь Как раз Какой мини отчет Он показал Что сделано За 10 этап Какие цели Вставились Какие достигнуты И Полностью Исходя из тех Процессов Которые идут Сейчас уже Во многих Швейцарии И в Аргентине И в Арабских Эмиратах В Индонезии В Индии Вот уже Сегодня Однозначно Можно сказать Переход На новый этап На 11 этап Развития компании Уже Уже Намечен Назначен Назначен На 23.59 11 апреля Как раз Юмитский И Основная делегация Инженеров Будет на выставке В Арабских Эмиратах Где он будет презентовать Проект Skyway И непосредственно Машины Уже Очень высокопоставленным И чиновникам И инвесторам Из Индии Индонезии Арабских Эмиратах И как раз Это будет 10.11 И 11 мы будем ждать Очень серьезных новостей Как раз Связанных с переходом И с планами Уже на 11 этап И здесь я могу сказать Несколько раз Помните в чатах Когда мы списывались Где же новости Я говорю Друзья ждите На прошлом вебинаре Мы говорили Что эти новости Все на подходе И точно так же могу сказать Что друзья Основные То что мы ожидаем И то что происходит Это еще друзья Только впереди Но смена дисконта Это как раз Индикатор того Что все идет по плану Уверены в том Что мы быстро выполним Одиннадцатый этап И будем готовы Переходы на следующий этап Когда это произойдет Во времени Это так же друзья Все будет исходить Только из тех Реалий Которые Сегодня есть Поэтому Одиннадцатого Мы ждем По окончанию Выставки Репортаж Как минимум Репортаж Юницкого По результатам Ну и соответственно Планы На Потом Мы когда были Задавали вопросы О репортаже Который вышел сейчас Юницкого С Михаилом Кириченко Который Показал Знакомые Или видели Конечно Здесь как раз Мы с Алексеем Когда были Обсуждались Некоторые нюансы Этого репортажа Я наконец попросил Заранее посмотреть Высказать Определенные Свои Ну скажем так Взгляды Я считаю что Это очень своевременное Очень правильное обращение Ко мне очень многие Писали уже после этого Ну вплоть до того что Почему Юницкий Выглядит таким Уставшим На этом репортаже Можно было Сделать его Повеселее Чтобы он Знаете друзья Это был рабочий процесс И действительно Перерывах между Двумя очень важными Командировками А с учетом Вот я вам могу сказать Что когда мы приехали В четверг У нас была назначена Встреча Именно с швейцарской делегацией На 3 часа Дня Мы прилетели С Алексеем чуть раньше Так вот До этого в 11 часов Была официальная делегация Очень крупного Инвестиционного центра Из Австралии Это уже Продолжение работы Рода Хука Вот А перед этим Вы тоже друзья Видели все в репортажах Была делегация Госсекретаря Очень интересной Такой страны Сан-Марина Вот Которую также Рассматривали варианты За день до этого До этого Была еще делегация О котором я знаю Информация Не для такого Открытого Распространения Поэтому друзья В таком темпе В каком сейчас Работает Это очень Напряжет Поэтому И с другой стороны И он повторяет И мы постоянно Как бы это говорим Он не шоумен Для того чтобы Кого-то веселить И делать Он делает Отчет перед партнерами Перед инвесторами О том что Проделан Тем более что Какое-то время Пока Шла самая глубинная работа По арабскому проекту Информация не доводилась Сегодня Уже обозначены Контуры Определенные сроки И Определенные вещи Уже вот в этом репортаже Сказано Поэтому Друзья Все идет И давайте Вот я Несколько прям По этапам И по То что Юницкий обозначил Для нас это Очень и очень важно Понимать Прежде всего друзья Давайте вот С Арабским проектом Как Все новости Юницкий сразу сказал Что я доведу И скажу только После подписания Всех документов И оформления Всех юридических Особенностей Чтобы не было Никаких Дальше возможностей На что-то повлиять Или что-то Изменить Это раз Второе Что действительно Прорабатывается вопрос Очень многие задавались Что почему не начали строительство Скороотной трассы В Белоруссии До сих пор Почему Вроде как Затягивается Эта работа С этапом Здесь Юницкий тоже Очень четко ответил Что исходя из десяти этапов Сегодня сделано Намного больше Чем было Заложено в меморандум 2013 года И когда там Определенные деятели Такую активность Развели Что давайте Вносить меморандум В меморандум Изменения По срокам По целям Юницкий сказал Мы ни в коем случае Делать не будем Потому что меморандум Это определяющий Дорожную карту Стратегию И сегодня Зачем Вносить Если По тем срокам По крупным Которые ставили Мы для себя Выполняем А то что сегодня Выполнены работы Связаны с юнибайком С юнибусом Которого не предусматривалось Легкая Грузовая трасса Ее не предусматривала И соответственно Сегодня По то что В восемнадцатом году В начале Уже предполагалось Выйти на испытания Скоростной трассы Это друзья Тоже объективный процесс Во-первых В лишний раз напомнили Юницкий напомнил Что друзья У нас был такой момент С Литвой Когда Более чем на полтора года Притормозилась Работа И даже Откатилась На отрицательные позиции Потому что Я был подпорчив Имидж Считай Было трудно Начинать даже не с нуля Но тем не менее Это преодолели И разобрались С властями Литвы Все это Обвинения Рассыпались в суде Вернули все средства Которые они Незаконно удерживали И сегодня Скайвей подает в суд И на генеральную прокуратуру Литвы И на определенных чиновников Которые нанесли Реально ущерб проекту И тоже Надо знать Всем Кто Незаконно И соответственно Нарушая Все правила Мешает проекту То за это Рано или поздно Также Надо будет отвечать Это неизменная позиция Которую придерживает Сам Юницкий И вся команда И это будет Неизменно Поэтому мы К этому и готовимся И к этому идем Поэтому Впереди Сейчас уже будут Судебные разбирательства Но Скайвей Юницкий будет Уступать Не как ответчик На которого Плюют И пытаются Напасть А именно Человек Которому Мешают Развивать проект Незаконными Действиями Еще раз Это Повторю Поэтому Это тоже Часть Часть работы Поэтому об этом Надо помнить Это не в коем случае Друзья Не оправдали Нет Это просто Нюансы Но Несмотря на это Вся работа Проделана Скоростная Модуль Изготавливается Вся Аэродинамика Готова Все узлы Компоненты Готовы И Юницкий Четко обозначил Что машина К Инотрансу То есть К сентябрю Будет Именно Изюминкой Инотранса Потому что Такой машины В принципе Еще никто не показывал И никто не предполагал Что рельсовый автомобиль С такими уникальными Характеристиками Будет развивать скорость Я первый раз От Юницкого Услышал Скорость уже выше 500 км в час Он очень аккуратно Так говорит Что расчетная скорость Уже будет 550 Может быть даже 600 То есть 500 Гарантированно Это уже все Рассчитано Подтверждено В аэродинамической трубе Но сейчас уже Реально закладывается скорость Расчетная скорость И 500 И 600 км в час Естественно Что друзья Это все будет подтверждено Только экспериментально Потому что только эксперимент Это мерило Всей технологической мысли Инженерной мысли Что только действующие прототипы Действующие образцы Они отвечают на все вопросы А не красивые картинки Не красивые рассказы Которые там кто-то показывает И делает Мы с вами сделаем Целый большой такой Вебинар Репортаж Посвященный Именно Анализу И сравнению Характеристики С Hyperloop Не потому что мы видим В эту конкуренцию А потому что Мы столкнулись уже В трех проектах Одновременно И Hyperloop Он предлагает Свою технологию И юнитки Просто по просьбе Одной из сторон Заказчиков Сделал очень Такой серьезный Инженерный анализ Расчет И мы В ближайших Вебинарах Вам это покажем Сегодня это не тема Этого разговора Теперь друзья Вы заметили наверное Что мы сейчас Меньше стали давать ссылок Тем более слайдов Которые идут сейчас Чтобы строить Это в режиме Такого репортажа Или в режиме Доведения Новостей Потому что мы сейчас У нас отработан Механизм И Леонид у нас Работает Ну сегодня Можно сказать Один из активистов Скайвея Но который сегодня Профессионально работает По доведению информации Мы вводим Как это называем Боевой листок Скайвея Где вставляются Все ссылки Которые я упоминаю Они там все есть Все фотографии И схемы Которые Необходимы для восприятия И делается даже Более расширенный Этот документ Поэтому рекомендую Всем Этот боевой листок Прочитывать Смотреть Потому что он Более расширенный Такой документ И использовать его Для передачи Партнерам Потому что это На сегодняшний момент Такой очень действующий Механизм Мы его переводим По-моему сейчас На 11 языков И Доводим До всех Наших Партнеров Фактически Говорящих На основных Языках Поэтому Без У меня тут Некоторые писали Что довольно таки быстро Раньше показывали Там Комментировали Друзья Сейчас все таки шли к тому Что вебинар у нас один С Алексеем Мы убрали Этот вечерний Вебинар Но и расширили охват За счет Именно такого Информационного ресурса Который Который Еще раз рекомендую Всегда его просматривать Когда он выходит Он Сейчас мы еще Его меняем Формат Несколько Что вначале Будет на буквально Треть страницы Это основные тезисы Которые прозвучали На вебинаре Это основные События Которые произошли Между Двумя средами А потом уже будет Более развернутый Расширенный вариант Который Поэтому это всегда будет Очень сжатое Компактное Но вся самая Доступная Информация Которая Есть Поэтому Давайте друзья Вернемся тогда Скоростной Дайте ссылку На боевой листок Ребята Он по всем чатам По всем ресурсам На наших сайтах Везде То есть Любой ресурс Который зайдете Этот листок Рассылается Так вот То что связано Скоростной Дорогой Скоростной системой Модуль изготавливается Делается Но По взаимодействию С властями Белоруссии То есть Вы помните Что один раз Отказывало нам Руководство области Потом Были Определенные Переговоры с администрацией Президента Лукашенко Решение Потом было Выделение земли После этого Опять по каким-то Надуманным предлогам Буквально Прямо перед Новым годом Ну это все Происки Министерства транспорта В Белоруссии Лично министра транспорта Вот Который является По разным причинам Просто личным врагом Скайвея Вот Соответственно Укрутилось Одно слово Сказать Но не буду я его сейчас Так сказать Поэтому это его Личное дело Но Все кто вот так вот Рьяно И всегда выступают Против Скайвея Я тоже по опыту 18 лет Как я слежу за проектом Я могу сказать Обычно плохо заканчивают Поэтому лучше Нейтрально или никак Вот А говорить о том Что я враг Ну я бы просто Не советовал Потому что ну зачем Как говорится Выступать против того Что идет развитие цивилизации В развитии человечества Ну если ты не понимаешь Ну хоть Сделай вид что Все это развивается Ну главное Это личное дело Так вот Естественно что Сегодня чиновники стали Ставить препятствия Даже исходя из таких Что Мин природы Стало Давать замечания О том что Там реликтовые леса И будет выпилено Видимо Невидимо Земли Лесов Что будет там нарушена Экология Хотя это в 40 метрах От федеральной трассы Там в основном Идет по болотам Это все отголос Это все Отговорки Это все Преследование других Целей И Юницкий Как вы помните уже Четкая позиция что Если вы не помогаете То хоть не мешайте В данном случае Если начинается затягивание Ну у Юницкого Одна позиция что Можно бесконечно Долго Ходить И Пробивать лбом Эту стену А можно друзья Сказать так же Как в Литве Или как в свое время В России Друзья Но не хотите Это ваше дело У нас нет времени И ресурсов Для того чтобы вам Объяснять И пробивать лбом Вашу непонятно Выстроенную Стену чиновничь Поэтому сегодня Есть несколько Предложений По развитию Именно Скоростного направления И Буквально я думаю Что в ближайшие дни Юницкий обозначат Где будет Принято решение Я знаю как минимум О трех Участках Где уже Не то что ведутся Переговоры А где уже есть полное Решение о выделении Земли Поэтому Скоростное движение И там будет еще И со связанными Контрактами То есть Это еще и На себя будут Не просто Брать обязательства Выделить землю А и Оплатить контракты Но это все Друзья По ходу развития И поэтому Решение Какое примет Юницкий Я думаю что оно будет Оптимальное Именно там где Наиболее Благоприятные условия И с другой стороны Друзья Это изначально Было понятно После того как Уничтожили полигон В Москве Подмосковье В озерах После того как Завели уголовные дела Связанные с Литвой Друзья Скайвей Именно для нас Как интернационального проекта Который Сегодня инвесторы Они находятся Больше чем 230 стран мира Это фактически Со всего земного шара Для нас Более безопасная Будет система Если именно Экотехнопарк Будет разнесен В разных странах В разных Юридических Схемах В разных Юридических У нас сегодня Есть Четыре построенные Трассы В Белоруссии Продемонстрировано Огромное направление Которое Сегодня Включается Бизнес Юницкий Начал строить Еще одну трассу Мы тоже О ней поговорим Он тоже обозначил Что на Экофесте Будет показана Еще более легкая система Чем сегодня Гибкая система Это уже с использованием Новых материалов Все что связано Уже с углеволокном Где как он показал Трасса будет толще Уж мобильного телефона Выдерживает все Те же нагрузки И пролеты Могут быть до 7 Км Потому что это все Будет строиться Естественно все В Белоруссии Там подготовлено Производство Поэтому разговоров о том Что какие-то вещи Или уходить В Белоруссии Ни в коем случае Есть наоборот Развивать и производственную Базу Развивать проекты Все что будет связано На проекты Связанные с Европой Восточной Европой СНГ Все это будет изготавливаться В Белоруссии Но друзья С одной оговоркой Если эти горе-чиновники Не будут мешать И не будут Ставить палки Колеса И где не будет Просто вымогательства И откровенного шантажа Если такие вещи Дальше будут происходить То я абсолютно уверен Что Skyway Уйдет в том числе Из Белоруссии И мы Опять же Если возвращаться к Литве Мы сейчас очень дружим Я вам говорил И с мэром Шауляя Где у нас Выделялась земля И с пастором Церкви Которая Сегодня Приезжает на все наши Вебинары Представляете Пастор Шауляя Основной Конфессии Он всегда приезжает Передает нам большой привет От мэра Передает Прожелания От инвесторов Он говорит Мы то ни в чем Наоборот В проект верим Мы помогаем и делаем То есть то что были большие Политические игры И проект не пошел В Литве Но Опять же Юницкий говорит Слава Богу Представляете Если бы мы построили Вышли на испытания И после этого Произошли эти И нам пришлось уходить Уже бросая Огромную выполненную работу Слава Богу сейчас В Беларуси этого нет Но Зарекаться вперед Или говорить о том Что у чиновников У этих Хватит мозгов Для того чтобы остановить Это в Беларуси Никто исключать Такой момент не будет Естественно что Мы идем на контакт Стараемся сделать Максимум Чтобы этого не произошло Но исключать В наш сложный век Ничего невозможно Поэтому Один принт Который сегодня Принимается И делается Это идти туда Где SkyWay рады Где он необходим Где дают Наиболее благоприятные условия И опять же Очень сегодня Серьезно сделаны Работки И что таких предложений И не один И даже не два И даже не три И естественно Что это намного лучше Чем Сергей скажите Адресные проекты Будут так же долго Строиться Как демонстрационная площадка Или там уже будет Как-то отложение Постройки Понимаете Сегодня идет Отработка науки Сегодня идет Отработка построения А если разобраться Само строительство Вот элементы Сделаю небольшое отвлечение Ну сразу С тем что новое Сказал Юницкий Когда строилась Легкая система Помните амперные опоры Так там сами опоры Первая опора монтировалась Полтора часа А вторая опора Монтировалась 20 минут Поэтому больше вам Уходит на согласование На отработку И так далее Чем на само строительство Вот А сейчас вот Начнет строиться Легкая Опять же друзья Вот вы говорите По срокам Сегодня у нас 21 марта До Экофеста Осталось Апрель Май Июль Ну там чуть больше Четырех месяцев И еще даже не начата Строится Только Юницкий Объявил Что я покажу Новую трассу С пролетами Опять 400 метров Уже с путевой структурой Не струнной Ну в основе Не струнной технологии А струны уже С углеволокном Соответственно Через 4 месяца Это будет уже построено Друзья Если вы мне скажете Что для экспериментальных трасс Это очень долго Выглядит Вы посмотрите Как сегодня идет строительство мостов Или строительство дорог По существующим технологиям Поэтому по сути дела Само строительство идет Очень быстро Долго идут Только согласования И разрешительные Моменты Еще очень то То есть Как мы затронули Эту тему Вы помните Для меня это особенно Друзья Лично очень приятно И в общем момент Что мы обсуждали С Юницким Меньше Полгода назад Вопрос о том Что строительство В горных районах Труднодоступных Что надо Разрабатывать Свою систему Уже летающих Летающих кранов То есть Своих систем роботов Которые будут И я даже на одном Из вебинаров Понял Что ребята Есть мысль о том Что Есть задунка Что можно показать Летающих роботов И такое направление Есть Буквально некоторое время Назад Где-то месяц назад Сказал Что эта работа Идет полным ходом И эти роботы Уже в испытаниях Ну а в этом репортаже Он обозначил Что да Как звено Технологии строительства И это как раз Идет с увязки Уже с швейцарским проектом Потому что там надо В двух местах Переходить Через ущелье И там построить Технологическую дорогу Доставки компонентов Будет дороже Во много раз дороже Чем строительство Самой дороги А там надо просто Поставить на хребте Гор Анкерного Опора И вот эту работу Как выполнять Наши летающие роботы Дроны И Юницкий Как всегда Разработал Уникальнейшие То есть аналогов Этих дронов В мире сегодня нет Идет активное Сейчас уже Изготовление И испытания элементов И опять же Это техника 100% Сказать нельзя Уверенность И опять же Друзья Заметьте ответственность Что Легче было Не говорить о том Что мы готовим этих дронов Зачем говорить А просто приедете И увидите на экофесте Но для того Чтобы понимать Значимость этой работы Понимать увязку Что это не просто Отвлечение ресурсов Не просто Отвлечение Изготовление Изготовление Ряда технологических Цепочки Которая идет Изготовление До строительства В труднодоступных местах Мы увязываем И об этом говорим Поэтому друзья Это опять лишняя Ответственность На Юницком Как генеральном конструкторе О том что приходится Многие вещи Обозначать раньше Чем Они реально могут Будет продемонстрированы Понимаете какую ответственность Он на себя берет Потому что техника Есть техника Могут происходить А еще есть Человеческий фактор Может происходить Сбой изготовления Может происходить Технологический сбой В испытаниях Это все техника Но друзья Так как Юницкий Это продекларировал И мы сейчас Поговорим Что еще раз Он на себя Берет опять В очередной раз Огромную ответственность Как инженер Обозначая Всем нам Как партнеров Что он сегодня делает Естественно Что понимая Что изготовление Таких роботов Это технологическая цепочка И когда это пойдет Мы можем Трассы расставлять В офицарии Просто с колоссальной скоростью Потому что никто Не сможет Доставлять Части Аркерных опор На хребты Там устанавливать После этого Натягивать дорогу Мы можем без технологической Оснастки Без Дополнительных затрат Вести Строительство На больших Больших переходах Это уникальная вещь Друзья Просто уникальнейшая И для того чтобы мы с вами Это понимали Эта информация Раскрывается Чуть дальше И я очень надеюсь Я абсолютно Ну скажем так Уверен в Юницком Как организаторе Как генеральном конструкторе О том что Если он сейчас сказал Что идет Испытание И подготовка То это будет сделано Единственное Так друзья Помните Перед прошлым Экофестом Сможем ли мы Увидеть этого робота В работе То есть именно Когда соберется народ Вот это друзья Уже не требуете Естественно что Все испытания Будет заснято Все будет показано На роликах Но если мы В прошлый раз С большим трудом Смогли пробить При таком количестве Народа Когда можно было Эксплуатировать И показать движущиеся Юнибайки Юнибусы То сейчас Летающего дрона Я даже боюсь Предположить Друзья Но во всяком случае То что мы его Самого живьем Увидим это точно Мы увидим все испытания Которые есть И второй очень важный момент Обязательно Задают вопросы Можно будет ли Прокатиться Вот в этот раз Я могу сказать И на Юнибайке И на Юнибусе Будет организован Специальный процесс Потому что это уже Разрешено Это уже Будет специальное Что каждый может Почувствовать Уже себя Пассажирам Скайвэя А мы с вами Еще и те Кто его создает Вот видите Это я сейчас В плане так Комментарии Того Что Юницкий нам Несколько Обозначил В той информации Которую он Что еще могу сказать Что Друзья Основные Новости Которые действительно Имеют огромное Значение Для развития Проекта Они нас еще Только ожидают Впереди Поэтому Я как всегда Могу Только обозначить Что ждите друзья Очень интересных Новостей И Буквально Несколько слов Хотел Становиться Все-таки На смене этапа Друзья На 11 апреля Назначена Смена этапа Это Всегда Для развития Компании Очень важный момент Это прежде всего Декларация о том Что выполнены Предыдущие Этапы Второй Это определенная ответственность То что берется На 11 этап Потому что Вы видели Какой отчет Компания дала О том что проделано В 10 этапе Я могу сказать Что когда это вместе Все читаешь И понимаешь Объем колоссальной Выполненной работы От себя могу добавить Что очень многое Туда не попало И я просто могу добавить Что объем работы Делается Ну на порядок Это в 10 раз Не скажешь Но в разы больше Можно показать О том что обозначается Хотя бы Вот из того Примера Тоже у меня тут был Буквально на конференции Спор В том что Юницкий Обозначил Что мы делаем Свой электромобиль Особенно Электромобиль Который комбинирован С инвалидными колясками И вот Мне задают вопрос Зачем мы Скайведевым Зачем нам делать Эти автомобили И вообще Надо ли об этом говорить И самое на что То есть понятно Что человек Который Задает такой вопрос Это и от развития Просто очень далекий Потому что Друзья Изготовление сегодня Готовых изделий Это прежде всего Технологически Инженерная Сложная задача И если сегодня И конструкторский коллектив И коллектив инженеров Которые изготавливают Состояние Исполнять Прежде всего Отработка технологий Там используется Во всех этих Электромобилей Для инвалидов И то что по системе Кенгуру Туда будет Монтироваться Инвалидное кресло Где инвалид Ну а их колясочников Среди наших партнеров Очень много В Индии Их вообще больше 20 миллионов человек Это как пятая часть России Те кто сегодня На колясках Соответственно дать им шанс Чтобы они Перемещаясь На нашем Скайвеевском кресле Могли также Управлять потом Автомобилем А для нас друзья Это отработка Полностью И изготовление Мотор-колеса И систем управления И система Автоматизации Которая есть И система взаимодействия Между разными Поэтому это прежде всего Огромный Производственный Инженерный опыт Поэтому Здесь Ну и третье Друзья Это уже самостоятельный Бизнес Который Будет приносить Прибыль Уже Уже Затраты на содержание И конструкторского Инженера Они будут снизены И мы как инвесторы Скайвея Можем уже больше ориентироваться На адресные проекты Больше ориентироваться На направления Сопутствующие Скайвеи Технологиям Которые сегодня есть Поэтому это друзья Все идет только В одну копилку И сейчас ведутся активные Переговоры с правительством Индии Индонезии О том что такие Автомобили Могут быть заказаны И это единственное Пока в мире Уникальное направление Которое Ницкий делает С точки зрения Сопутствующей Технологии Для КБ Это конечно Очень полезно Для производства Для бизнеса Для нас это большой Большой плюс И опять же Друзья Еще раз скажу Что это Отработка Элементов Потому что такое кресло Оно будет вставать Потом и в юнибайк Соответственно это Следующий этап Востребованности Взаимодействия Между Аляской индивидуальной Потом креслом Который едет по юнибайку Ну и как вы помните Наши За что нас очень много Тролли критикуют Это когда вы вообще Не вставая со своего кресла Можете путешествовать По всей системе Транснет Так вот сегодня Это отработка Ее элементов Которые дальше Будет Давать Такие возможности Вот Поэтому друзья Исходя из того Что Юницкий Сегодня нам Обозначил И показал Как партнерам Те горизонты работы Которые сегодня Открываются С учетом Что это было сделано Прямо за один день В преддверии Смены дисконта Это все как раз Говорит друзья О том что Абсолютно Уверены в том Что десятый этап Выполнен И все задачи Которые ставили Реализованы Что те задачи Которые будут ставиться На одиннадцатый этап Они все достижимы И у нас для этого Есть все ресурсы Все необходимы Для выполнения И соответственно Мы То есть как вы понимаете Очень быстрыми темпами Пойдем в закрытие Уже там Следующих Этапов А для нас это друзья Уже и капитализация Тех активов Которые у нас есть И выход на Новый горизонт Уже именно По развитию проектов Это друзья Уже движение Непосредственно Как бизнес Структура Поэтому Сколько адресных Проектов Начнутся строиться В этом году Но друзья Я не Кассандра И не пророк Не могу сказать Что ведутся переговоры И сейчас Проработают Десятки И десятки Проектов Поэтому Какие Начнутся строиться Уже в этом году Какие Будут проектироваться На следующий год Это друзья Скажем так Вопрос уже Развития Производства И компании Единственное что По мере того Как формируются Заказчики И формируется работа Этот процесс Будет все Ускоряться И ускоряться И ускоряться Поэтому Мы с Алексеем Сейчас Девятого Десятого апреля Также Планируем быть В Дубае Там будут Дальнейшие переговоры Уже по работе Именно блокчейн Платформы Сейчас Понимание о том Что и система Управления Внутреннего Блокчейна То есть то что Технологическая Основа Она будет Разрабатываться Так же Закрытый Вот так же Сегодня Идет проработка Значит Сегодня Мы активно работаем Для запуска Именно биржевой площадки И запуска адресных проектов Уже на оцифрованном Таком Токенизированном Виде Это как раз тоже друзья Видение того что Дальнейшее И развитие всех адресных Проектов Будет идти Это не значит что Это единственное Уникальное Нет друзья Сегодня уже идет проработка И сегодня уже Используются абсолютно Разные схемы Схемы финансирования И подготовка Традиционных ИПО Но это требует Определенных Усилий Нельзя сказать что Проекты которые Сегодня запускаются В ближайший год Выйдут на ИПО Это друзья Хотелось бы Но это все таки Иллюзорные Такие представления ИПО Оно требует Определенных Уже выполнения Критериев Которые Проект может Заработать Только за несколько лет Успешной работы Потому что на ИПО Выходят только успешные Проекты Те которые могут Отчитаться Показать Что сделаны И соответственно Привлекать новых уже Инвесторов Под схему Публичного Размещения Или акций Или облигаций Конвертируемые в акции Эта схема Друзья Тоже пытаются Сказать что мы Никогда на ИПО Выходить не будем Это тоже друзья Большая глупость Мы будем использовать Все инструменты По мере того Как будем готовиться И как будем готовы По мере работы Сегодня То что нам дает Блокчейн Технология То что сегодня Крипто направление Дает Это задача И подготовка На уже так называемые ICO То есть размещение Предложения По конкретным проектам Мы к этому Тоже готовимся И как раз это первое Что мы начнем Отрабатывать Первые пробные проекты По этой схеме Мы планируем запустить Июнь Июль Этого года Сама платформа До этого будет Запущена еще раньше Вот И соответственно Все силы Предлагаем сейчас К тому чтобы Это направление Запускать И на наш взгляд Она Как Уважаемый мест Не путайте А то Абсолютно Нет Мы вообще Сейчас уже термин ICO Не говорим Потому что Система Предложения COIN Мы все используем Сейчас только Расчетный инструмент Токены И ни в коем случае Не идем сейчас Не в валютные Соответственные инструменты Вот Это все Мы будем рассказывать Когда Будем Показывать Как будет работать Проект Уже платформы И как будет Соответственно Использовать Этот механизм Для привлечения Инвесторов Инвестиций В проект SkyWay Потому что Здесь нельзя Ни в коем случае Противоставлять Одно другому Традиционный инструмент Который сегодня Идет Именно в бенчурной схеме Это доли Конвертируемые Потом В акции Закрепленные Подтвержденные Интеллектуальной собственностью Это друзья Одна юридическая схема Сегодня Токенизация И использование Расчетных инструментов Это совсем Другая история Но Все направлено Чтобы Развивался Проект И все инструменты Которые сегодня Нам Можно использовать Мы Для Используем Вот Поэтому Друзья Могу сказать Что если еще два слова сказать По Нашему Мероприятию Которое прошло в Праге Где мы собирали Наших Топ-экспертов И региональных Лидеров Прошла очень серьезная Учеба Мы Все сделали Очень интересные Усилия И оценку Того Как мы Собираемся развиваться дальше Мы сделали это специально В преддверии Именно И тех новостей И тех смены дисконта Которые сейчас подходят Но самое главное Это в преддверии тех задач Которые нам Надо решать И поэтому Естественно Везде все переговоры Сегодня Какие бы мы ни начинали А я Каждый сегодня Где провожу конференции Дальше уже идет общение С крупными инвесторами С крупным бизнесом Естественно Что следующий Этап Который везде И всегда обсуждается Это запуск адресных проектов Непосредственно В том или ином регионе Это участие Крупных бизнесменов Финансирование Того или иного Адресного проекта Ну и сейчас уже Еще одно Такое направление Это уже совмещение С блокчейном С токенизацией То есть соответственно Построение Первых элементов Реальной цифровой экономики И я могу сказать Друзья Идем Идем мы Полным ходом В этом направлении Очень все непросто Потому что Каждый шаг Он первый Нет опыта Имеется ввиду С кем можно проконсультироваться Сегодня Никто Такого рода Проектах Не проводил Ни оцифровку Ни организацию Никто сегодня Не делал взаимодействия Между разными Адресными проектами И даже Вот смотрите В рамках одного проекта Как мы начинаем обсуждать Уже сегодня Швейцарский проект Выпускаем уже Элементы строительства С использованием Летающих роботов Это тоже Отработка Целого направления Которые тоже Надо сейчас Учитывать С учетом того Что уже Система управления Этими дронами Она также Закладывается На блокчейне То это все Действительно Очень интересное И перспективное Такое направление Которое Сейчас Которое сейчас Двигается Поэтому На следующей неделе Ратуль Эдуардович Возвращается Из Соответственно Ратуль Эмиратов Будет Подготовка Ряд встречи Здесь А потом Уже 10-11 Там 9-10 По моему 11 апреля Это уже Выставка В Дубае Большой транспортный форум Где Интерес К SkyWay Будет Очень и очень большой Потому что Сегодня Все предварительные Переговоры Проведены Сегодня Все партнеры Которые Хотели участвовать В этом проекте Уже На той или иной стадии Находятся На подписании Документов Поэтому Сегодня Это Также Очень и очень Интересное И важное направление Которое Действительно Скоординирует И скорректирует Все развитие Проекта SkyWay Еще Наши швейцарские Друзья Когда мы были Они На эко-технопарк Решили не ехать Потому что Все машины Сейчас Кто на По дороге На выставку Сейчас Кто сейчас На технологической Доработке Поэтому Непосредственно Ходовых испытаний В эко-технопарке Сейчас не ведется Но Производство Мы с Алексеем Не поехали в этот раз Потому что у нас были Очень плотные Переговоры с подготовкой Оцифровки Уже непосредственно Действующих участков SkyWay В эко-технопарке Вот И мы уже прорабатывали Очень много технологических Моментов Соответственно Впечатление Которое Производство На наших Швейцарских Портерах Друзья Просто Пересказать И рассказать Невозможно Потому что Мы понимали Что речь идет О инновационной технологии О инновационном производстве Но просто Само производство И даже Дэвид Рассказывал Что Я даже не представлял Как производятся Эти модор-колеса Как это делается И что Даже Намагничивание Магнитов На редкоземельных металов Технологических Это Потому что Там все измеряется Все делается Ну и соответственно Там же очень много Стендов Замеров Испытаний Поэтому Впечатление Конечно Это все Очень так серьезное Вот давайте Готовиться К демонстрации Непосредственно В кантоне Запуску всех Документов И начало Строительства У нас Задача Чтобы выйти На начало строительства Уже В этом году А чтобы К следующему сезону Уже Быть Готовым Первым Показать Экономические показатели Так Работа Своих домов Их Что закладывается Сегодня Вообще В основу технологии Это Изначально Это ее масштабирование Потому что Если сегодня Мы получим Десятки Сот тысячи заказов А исполнить их можем В ближайшие сто лет То грош цена Этой технологии Друзья она должна Очень так же быстро Масштабироваться Развиваться Как будет Развиваться На нее спрос И соответственно Сегодня Закладка Всей технологии Понимаете Не буду сейчас На этом Останавливаться Поэтому Друзья Давайте Теперь с точки зрения Активной И популяризации И развития проекта То каждый Сейчас из вас Сможет И своим Партнерам И своим Оппонентам И своим Скажем там Те кто работают В наших структурах И продвигает Проект сегодня Дать лишнюю аргументацию Именно с точки зрения Уверенности в проекте Который показывает Действительно Его развитие И на сегодняшний момент После Знаете У меня даже уже Не Интересно Отсуждать Или когда Ну я Не раз говорил На наших вебинарах Когда мне там Кто-нибудь Или звонит Или скайп говорит Вот я там Три года Наблюдаю за вашим проектом У вас ничего не поменялось Последнее что я слышу Я сразу Разговор обрываю Не трачу Не свое время Не его время Вот потому что Это неинтересно обсуждать Друзья Если два года назад Мы только раз Заговорили с Юницким О юнибайках А сейчас уже Не то что они говорят Уже идут бизнес Процессы То есть их уже изготовили Испытали Делаются Они возникли только Если Вы помните На вебинарах Чуть больше Полугода назад Мы только первый раз Произнесли слово Дрон Начали обсуждать Делать Говорить Причем сегодня Лучшие дроны В мире До 400 кг Нету в мире дронов Которые сегодня Могут Питающий кран В автоматическом режиме Перевозящий более тонны Нету сегодня таких А Юницкий это сразу закладывает Поэтому Если друзья там Или буквально Сейчас не могу сказать Или 4 или 5 месяцев назад Пришли ребята Которые занимаются Углеродными Углеродными Материалами И углеволокном И сегодня Уже строится Трасса С путевой структурой И углеволокна Просто друзья Для вас что-то не меняется Значит вы чем-то не тем В этой жизни Занимаетесь Или не туда смотрите Та скорость изменения И то что сегодня Конструкторское бюро Ни одного чертежа И ни одной бумажки В документе обороты Это как раз говорит о том Что все от проектирования До изготовления Это все абсолютно Уже автоматизированный Проектный комплекс И друзья Когда это смотришь И видишь Нет больше сегодня В мире Таких просто нет Поэтому Со сменой Переходом На очередной этап Друзья Это обозначение Что Все цели и задачи Которые мы ставили До этого Выполнили Мы переходим На следующий этап И И Мы берем на себя Следующую ответственность Потому что Я еще раз Повторюсь Еще раз скажу Что каждый раз Декларация на определенный этап Это опять ответственность И Юницкий уже сколько раз Говорил что Ну и вообще Говорит когда придет то время Когда мы просто будем делать А потом Показывать И удивлять Это же намного интереснее Когда Снимаешь фильм Потом Привлекаешь Специалистов И показываешь Им как Этот дом Летает Как строят А еще лучше сразу Готовую трассу В Швейцарии Которую показывают Это конечно Друзья Идеальные условия Но нам идеальных условий Никто не давал Мы работаем С краудинвестингом Мы работаем С огромным количеством Инвесторов И партнеров И мы должны показывать Мы должны рассказывать Мы должны Аргументировать По поводу того Как развивается компания Поэтому Здесь друзья Вы тоже понимаете Что очень много сейчас Удается информации Исходя из того Что мы партнеры Что Надо видеть Отчет Надо видеть Сделанную работу Хотя Опять же Тот 600 человек Коллектив Который сегодня Работает в Минске Конечно Всей работы И всего многообразия Того что делают Сегодня Представить И показать Соответственно Невозможно Это к слову Почему Юницкий выглядит Несколько Уставшим друзья Потому что И огромнейшая Просто колоссальная Ответственность И огромная Нагрузка С точки зрения Инженерной И управленческой Работы Потому что Проведение тех результатов Которые Мы в ближайшее время Узнаем Это требует Неимоверных усилий Это не ближний свет Поэтому Когда Иногда Три раза в месяц Приходится Летать В Индонезию В Арабию Или В Индию Это конечно Друзья Тоже само по себе Очень большая нагрузка Но Удовлетворенность От работы Есть Вот В Индонезию В Индонезию В Индонезию В Индонезию В Индонезию В Индонезию Поэтому Скажем так Скажем так Как всегда Витиевато Друзья Будет еще ряд Таких бизнес-процессов И бизнес-интересных Наработок Уже на Экофесте Которые Юнинский покажет С применением Срубных технологий Будут некоторые Уникальные Такие вещи Которые нет Возможно сделать Без технологий То есть Когда мы будем ближе К Экофесту Я думаю что обозначится Что это такое Но Увидим мы там много Много чего И интересного И уникального И Так как это еще Будет завязано Мы сейчас со своей стороны Готовим Что будет уже Оцифровка Работы Подвижного состава И будет еще Уникальная вещь Когда Помимо демонстрации Именно Инженерных Технологических Вопросов Будет показана еще И работа И экономика Токена Как соответственно Происходит процесс Токенизации Экономики Параллельно Движению Подвижного состава То есть это тоже Друзья Настолько Важная вещь Вообще С точки зрения Будущей Оцифровки Мировой экономики Мы как раз Первые такие модели Также на Экофесте Будем показывать С точки зрения Информатизации Еще раз Оцифровки Это конечно Уникальная вещь Так Сейчас Могу Тогда чуть Вопросы Почитать Если есть что-то такое Есть подвижки Пускай в правительстве У чиновников Прям спрашивают Ну может быть Какие-то подвижки Есть Но я пока о них Не знаю Поэтому мы ведем Переговоры Участвуем во всех Что я могу сказать Будет В ближайшее время Вот этот Мировой форум По блокчейну По Покенизации экономики Будем принимать там Участие А там будут все Выступать будет Помощник президента Глазев Сергей Юрьевич Будет там Олег Дерипаска Ну кто Сегодня наиболее Продвинутый Будет Мардашов Северсталь Ну то есть и бизнесы Чиновники Будет Андрей Шаронов Это президент Сколково Но это пока так Больше мы даем сейчас Ознакомительное А мы конечно В Сочи Да в Сочи Будет 24 числа Но мы решили пока Не принимать В Сочи Там будет После этого форума Еще будет Столыпинский форум Я традиционно С ними Как бы там С этим форумом общаюсь И тоже будет Ну если получится Может быть даже что-то Дадим в прямой эфир То есть доклад На тему Скайвея Экономики Возможности экономики Для России Как русского прорыва Или с учетом Оцифровки И токенизации Посмотрим То есть пока Это только Предварительные Подговоры Потому что мы Все-таки Друзья сейчас Уже сосредоточены Не на том Чтобы рассказывать Чиновникам Кому-то о том Что и как мы делаем А больше уже На бизнес процессах Потому что Друзья Самая большая Для нас И реклама И самое большое Продвижение Это друзья Адресные проекты Поэтому можно Бесконечно проводить Конференции Рассказывать А можно начать Строить проект В Сен-Бордино Бен-Берданино И соответственно Показывать уже Строящийся А потом действующий проект Это друзья Лучше всякого Пиара Конечно Любой проект Который сейчас начнется В ближайшее время Который уже перейдет В стадию строительства Это и будет друзья Наша визитная карточка Хотя Алексей ввел Очень такую формулу Я сначала К ней Отнесся несколько Скептически Ну Потому что по сути Она мне так казалась Не совсем правильно А сейчас Пользуюсь ей друзья В самом Таком я бы сказал Жестком виде Когда Алексей в Челябинской Конференции Когда Первый раз рассказывал О токенизации Для нового сообщества Тех кто работает В блокчейне Он начал С демонстрации технологий Включил ролики Показал Испытания Показал производство Показал с чего начиналось К чему сейчас пришли А дальше Задал вопрос Ребята для кого технологии Не существуют И для вас Это мало Аргументов Встали и ушли Нам нечего Тратить время Ни ваше Ни мое Поэтому До свидания Мы просто с вами находимся В разных вещах Идите доказывайте Рассказывайте что Потому что Я больше не буду доказывать Что технология существует Потому что Те кто видел Те увидел А соответственно Больше не буду слушать Возражений Потому что Ну что рассказывать с идиотами Если ты видишь И не веришь своим глазам Все На этом тема закрывается И дальше начинается Уже работа Только с теми Кто Готов воспринимать технологию Кто готов Поэтому Я сначала Ну несколько думаю Так жестко Что это вот молодые Так могут себе позволить А с другой стороны Друзья Времени сегодня Катастрофически не хватает Сегодня Та информация Которая расходится Она настолько сжата И показывать И рассказывать Очевидные вещи Друзья Просто сегодня Нет ни времени Ни возможности Ни желания У нас с вами Друзья Сейчас идет Уникальный момент Что когда мы переходим На одиннадцатый этап Первый кто не знает Что это такое Спрашивает А почему Одиннадцатый Что было И здесь как раз Друзьям как раз Можно показать Ребята В тринадцатом году Первый этап Когда не было ничего Ни конструкторского бюро Не было Земли Не было Производства Не было контрактов Не было заказов Не было ничего Но Это нельзя сказать Что начинали с нуля Было 45 лет Наработки Юницкого интеллектуальной собственности Была Команда Которая работала Уже не первый раз Запуская Испытательные полигоны Которая прошла Определенный этап И Сегодня Есть определенные Наработки Но Как швейцарцам Юницкий В этот раз сказал Что два с половиной Года назад Единственным сотрудником Конструкторского Бюро В Минске Был сам Юницкий Это друзья Два с половиной Года назад Сегодня Это 600 человек Это крупнейшее инженерное Подразделение Ну я могу сказать Если не только В Европе Но наверное И в мировых масштабах А те задачи Которые она решает Параллельно То есть вы сами Посчитайте Что если сегодня Спроектировано И показано Четыре Разновидности Подвижного состава И трассы И сегодня Проектируется И скоростная На 500 км в час И на 200 млн тонн Пассажирской трассы Сколько Такую работу Выполняет В таких концернах Как Сименс Или российские Железные дороги Это работают Десятки тысяч Инженеров Конструкторов И так далее На то что это Выполняется Такими силами И настолько эффективно Это как раз Друзья и показывает Инновационность Технологии Так Олег Не 45 а 40 Вообще-то Юницкий Занимается Этой технологией Он сказал Что 50 лет Вот сейчас будет фильм Который выходить Поэтому Юницкий Занимается Всю жизнь Skyway Поэтому Тут Говорит 40 45 или 50 Я бы так сказать не это говорил Это если Олег Имеется ввиду Не 45 а 40 Так Ну что друзья Давайте Это самое В общем то У нас Очень такой Сегодня Я считаю Благоприятный Вебинар Потому что те новости Которые сегодня Надо комментировать И доносить Они конечно Крайне радуют Что друзья Акцентирую внимание Мне уже задавали вопросы Что будет ли продление Ну как Не то что привыкли А как всегда До 11 апреля А потом еще Будет продлена Сразу друзья Могу сказать И привыкайте к тому Никакого продления Не будет Объявили что 11 числа 23.59 Будет закрыт Десятый этап И прошу К этому Отнестись теперь Абсолютно спокойно Есть время До 11 апреля Еще достаточно Время Чтобы Сработать со всеми Новичками Довести до Всех партнеров До тех спящих Тех сомневающихся Провести работу И чтобы К 11 апреля Успеть совершить Все и платежи И это самое Поэтому друзья Мы это Объявляем И заранее Все-таки И просим относиться Когда нам в последний день Или в последнюю ночь Говорит Кто-то так не успел Кто-то Пытаемся пойти Навстречу Но это друзья В принципе в корне И неправильно Поэтому Давайте Подходить К тому Что 23 59 11 апреля Очередной Этап Будет закрыт И соответственно Мы перейдем В новый этап И будем Так сказать Осталось только добавить Что друзья будут Серпризы Так что готовьтесь Будет еще Очень Действительно Тех новостей Которые демонстрируют И показывают Что проект развивается Мы ждем Очень больших новостей Сегодня Из Индии Индонезии Где сейчас Виктор Бабурин Ждем Анатолий Дуанович из Эмиратов Мы надеемся Что к тому времени У нас будет Что-то От наших Швейцарских друзей По Швейцарии По Аргентине Будут там Интересные переговоры Уже С непосредственно Нашими партнерами По продвижению блокчейн-платформы К этому времени Обязательно Запустится сайт И пойдет уже Информация По развитию Оцифровки И токенизации Вот То есть это все Друзья Ну и кто внимательно читал Планы На одиннадцатый этап Ну даже на десятый этап Что там указано Что работа Связанная с токенизацией Также очень активно Проводится Это тоже То дополнительное Что еще В тринадцатом году И в этапе Когда Предусматривался Этот меморандум Который сейчас делается Это направление Даже не закладывалось Поэтому Здесь тоже Друзья Очень-очень Серьезный Так Ну все друзья Давайте Тогда так сказать Спартак Спартак Значит У нас постоянно Идет по Краснодарской администрации Я вот сейчас только прилетел Я думаю Что я завтра Или послезавтра Свяжусь По просьбе С представителями Краснодарской администрации И мы там наметим Какие адресные проекты Может быть У нас Может быть Просто сейчас Ну во-первых Я говорю Чуть-чуть приболел Тут со всеми этими Ну и нагрузка была Все-таки Я думаю Что за эти дни Обязательно Сделаем Ну все друзья Давайте Двигаться дальше Как всегда у нас Строй Скайвей Спасай планету Это важный Самый главный Для нас Мы объединяем Мир Это вопрос Уже Связанный С Именно С оцифровкой блокчейном Вот И после Запуске сайта Надеюсь Что на следующем Вебинаре Мы дадим вам Еще один Очень важный Сленг Очень важный Девиз Который Есть уже У технологии То есть мы его Анатолию Доваровичу озвучили Он Активно его поддержал Сказал что он согласен Не буду друзья О нем говорить Вы его увидите на сайте Вот именно Сайте платформы И дальше Я думаю Что вы поймете О чем я говорил Потому что более точно Выразить то что мы Сегодня делаем То что делает Инженерная школа Анатолия Доваровича Юницкого Просто не скажешь Вот так что Друзья Не будет Скажем так Создадим маленькую Интригу А увидите сами Когда официально Запустится Сайт Все друзья Благодарю за внимание Благодарю за работу Которую мы делаем За те этапы Которые мы с вами Уже прошли Все таки Десять этапов Друзья Это большой путь Это огромный путь Вот Но это только Только начало Когда с нашими Европейскими лидерами Встречались Приветствую Слово Я сказал что Друзья мы живем И работаем По логике Горизонта целей То есть когда мы Доходим до поставленных Целей Изначально Это не значит что мы Достигли И это Открываются Следующие горизонты И по такой логике Мы всегда движемся Открывая постоянно Новые и новые горизонты Поэтому у нас с вами Одиннадцатый этап Двенадцатый Потом закрытие Пятнадцатого Потом закрытие Вход в корневую А потом друзья Адресные проекты Это будет Интереснейшая работа Это будет Интереснейший этап И он друзья Не за горами Когда мы с вами Будем уже В рамках новостей И в рамках наших Ленаров Будем объяснять И рассказывать Те или иные адресные проекты Их перспективность Их Востребованность То есть это друзья Та работа Которую я жду И которую я буду делать С очень Очень большим Интересом И большим профессионализмом Потому что Рассказать о тех проектах Которые мы будем Запускать друзья Это крайне важная И крайне Информация Для нас уже друзья Как профессиональных Инвесторов Потому что к этому Времени Обладая инвестиционными Пакетами Которые у каждого из вас Сегодня Исчисляется Десятками Сотнями Тысяч А у некоторых Миллионами Десятками Миллионов долларов То это друзья Уже будет Профессиональная работа И мы с вами будем И создавать Трастовые фонды То есть когда это Передавать И инвестировать В адресные проекты И создавать уже Специализированные компании Куда можно будет Входить Как инвесторам SkyWay На очень привилегированных Условиях Все это друзья Впереди И это не такое Далекое будущее Друзья Это то что нас Ближайшее ожидает И после Экофеста Вот мы с вами Уже будем намечать Друзья Совсем Другие горизонты И как на прошлом Экофесте Когда я говорил Что я о многих вещах Уже тогда знал Я вам говорил Что я хочу увидеть Следующий Экофест Вот Поэтому друзья Пока Я не могу даже Представить Что у нас будет Через год То есть Через Экофест Все друзья Давайте Всего доброго Стой SkyWay Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует